Для меня большая честь представить вам избранного президента США Джо Байдена. С прошлого дня бурно обсуждается в социальных сетях. Многие спрашивают, кто она, где родилась и как она могла попасть в администрацию главы Америки. Дила Фрус Ханикбаева, таджичка по происхождению, действительно, была нанята агентом США по международному развитию при Джо Байдене. То, что в команде президента США теперь работает наша землячка, происходит впервые. Конечно, позиция, которой достигла Дила Фрус, не имеет отношения к непосредственной администрации Байдена, но это очень высокая позиция. В частности, это открывает путь для Ханикбаева и к достижению высоких постов в политике США. На этой неделе она приняла присягу и в качестве старшего советника по вопросам политики, планирования и обучения приступила к работе в Агентстве США по международному развитию. Я присоединилась к правительству Байдена Харриса в качестве старшего политического советника по программированию, политике и обучению. Это новая возможность, написала Дила Фрус на своей странице в Инстаграм. Дила Фрус также написала, что эта работа для нее очень важна и что в одиночку она бы не смогла ничего сделать. Она также написала, что их семья эмигрировала из Таджикистана 25 лет назад и им очень повезло, что им встретились хорошие люди. «Для меня очень большая честь быть на службе у них и для этой страны», написала Дила Фрус. Как вам такие достижения нашей землячки? Как видите, нет ничего невозможного. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Дила Фрус Ханикбаева родилась в 1988 году в Харроге. Ее отец Карамалиша Ханикбаев работал в фонде Ага Хана в Харроге в 1990-х годах, а мама Зарифама Асламшоева была первой ведущей бадахшанского телевидения в Харроге в 80-х и 90-х годах. Семья переехала в Соединенные Штаты в 1995 году, когда Дила Фрус было всего 7 лет, а ее брату Самандару 3. После окончания средней школы в США она начала изучать право в университете Джорджа Мейсона по специальности «Анализ и разрешение конфликтов как юрист». Позже она изучала управление кризисами, разрешение конфликта, влияние изменения климата на все аспекты жизни человека. После окончания университета она начала карьеру. Через некоторое время ее пригласили работать в фонд Ага Хана в США, и Дила Фрус согласилась. Затем она участвует в программе правительства США для ученых в области лидерства. Эта программа настолько влиятельна в Соединенных Штатах, что делает путь ее участников очень гладкой как в политике, так и в обществе. В 2019 году Дила Фрус вышла замуж. Она является членом Совета директоров Организации народ Таджикистана в Америке. Она свободно говорит на таджикском, английском, французском и русском языках. У нее также была короткая карьера на CNN, где сейчас работает ее мама. Ее отец в настоящее время сотрудник компании Boeing. Также она пообещала, что всячески будет помогать своим землякам не только в Америке, но и по всему миру. И сделает все возможное, чтобы их жизнь стала лучше. Как вы относитесь к таким достижениям земляков? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментариях. Я хотел, чтобы эта компания представляла собой и выглядела как Америка. Мы это сделали. Я хочу, чтобы администрация выглядела и действовала именно так. И у нас пока на этом все. Цените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.